Полярный круг. Всероссийская психологическая конференция продолжает свою работу в Наринмаре. Специалисты большое внимание уделяют взаимоотношениям с семьей. Так в региональной общественной организации «Особое детство» прошел ряд мастер-классов. Катрина Тайборей продолжит тему. Идея провести конференцию по психологии «Полярный круг» появилась у уроженки Наринмара Ларисы Борисовой. Этот проект был реализован благодаря грантовой поддержке из окружного бюджета. В Наринмар прилетели специалисты из Москвы, Саратова, Екатеринбурга, Краснодара и Тамбова. В один из дней работы конференции они провели мастер-классы по трем направлениям. В региональной общественной организации «Особое детство». Наши гости с удовольствием отдают свое мастерство. Они мастера с большой буквы в разных сферах психологии. И вот у нас сегодня целый день такая очень продуктивная работа с родителями, с педагогами, просто с людьми с Наринмарскими, которые нашли время, несмотря на будний день, прийти сюда, побыть с нами. На одной из площадок Любовь Булдакова, педагог-психолог со стажем более 40 лет, поделилась практикой работы с детскими эмоциями. Главная задача мастер-класса – научить родителей видеть в эмоциях ребенка не симптом, который он выражает, а причину его всплеска. Сегодня я представляю здесь свою авторскую игру. То есть разработанная она мной. Игра эта называется «Я и чувств моих семья». Эта игра очень интересна и замечательна тем, что она может помочь всем – и педагогам, и родителям – научиться по-особому, с теплом и любовью разговаривать с своим ребенком о чувствах и помогать ребенку в ситуациях эмоционального дискомфорта. Еще на одной из площадок Лариса Борисова проводила интерактив с родителями, где показывала важность живого общения. В одном из упражнений участники в парах разговаривали на отличенные темы. В первом случае они говорили, смотря друг другу в глаза, а во втором – спиной друг к другу. Лина, как ощущения в первом и во втором? Когда комфортно рассказывать? Когда ты опять приятнее. Когда? Когда. Также у участников мастер-классов была возможность познакомиться с творческой стороной психологии. Арт-терапия – это то, что человек может сделать своими руками. К ней относятся рисование, работа с глиной, песком и тканями. Алифтина Орел решила заострить внимание на кукол-терапии. Почему она психотерапевтична? Потому что, когда делается кукла, то идет прямое попадание бессознательно, без всяких напрягок. И возрождается такая способность, особенно у женщин, когда может быть уверенности нет, что я могу, я могу сделать вообще, я чудесница, да, я могу из каких-то лоскутов, тряпочек, я сделать могу все, что угодно. Также Алифтина поделилась быстрым и действенным способом освобождения от негативных эмоций в домашних условиях. Вот когда я в стрессе и в злости, я могу взять вот лоскут какой-то, да, и вот так вот сделать, да, вот так вот порвать его. Это безопасная трансформация моей агрессивной реакции. Навыки психологии не только помогают людям пережить сложные моменты в жизни, но также способствуют понять те или иные свои эмоции и причины их возникновения, чтобы использовать их в работе над ошибками в будущем. Катрина Тайборей, Владислав Носкин, Телеканал Север.